Скажем славу нашему Господу! А то, что Господь нам позволил еще раз прийти в собрание и прославить Его Святое Имя. Кто сегодня утром был, то я думаю, он получил благословение, потому что мы понимаем, что хлебопреломление является действительно святынью. Это является той вещью, которой мы, христиане веры евангельской, для нас это огромное обетование, потому что мы соприкасаемся к телу и крови самого Господа Иисуса Христа. Слава Ему! И сегодня, когда я был в собрании утром, мне запомнилось, вот знаете, иногда просто приходишь в собрание и некоторые песни касаются, некоторые не касаются. Я говорю лично про себя. Некоторых, может, все песни касаются. Но сегодня две песни, которые меня сильно коснулись. Я хочу прочитать просто два стишка, каждый стих из этой одной песни. Если вы были сегодня утром в собрании, то вы вспомните. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех, хоть минуло с этой казни так много лет. Знаете, Христу это было нелегко идти на крест. Ему было нелегко идти на Голгофу. Он прошел через огромные трудности. Это был действительно муж скорбей, который изведавший болезни. Он понимал, что такое быть в теле. И второй куплет другой песни. «Мне видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Христос, по ней израненный. Он шел, искал меня, а я потерянный, а я лежал во рву, грехом израненный». Вы знаете, грех человека просто ранит. Человек становится раненый, израненный, находится где-то в какой-то обрыве, в каком-то, может, рву. Но Христос, Сын Божий, Он каждого из нас, Он обратил свой взор. Хотя Он прошел через эти огромные трудности, через страдания, Он все равно посмотрел на нас, и Он привлек нас Своей любовью. Слава Ему! Библия говорит, Давид говорит в 31-м псалме, почему-то Давиду было открыто, и он говорит, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Давид понимал, насколько важно, чтобы его грехи, хотя он был царь израильский. Мы знаем, что с детства он любил Господа, он пас овец. Мы знаем, что он потом стал пророком, Бог через него говорил. И пророческие, много пророчеств, которые говорил Давид, они сбылись до одного. И как Давид тоже понимал, что он был грешный человек, хотя он был царь, но мы знаем, что Давид падал. Но Давид никогда не обращался в идолопоклонство, как его сын Соломон. Давид, он до конца служил Господу, и он понимал, что есть Бог в Израиле. И он дальше говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Как это важно, что в нашем духе не было лукавства, чтобы Господь мог посмотреть на нас и сказать, «Это действительно человек, который поступает по моим заповедям». Тема моей проповеди. Я сегодня, когда перечитывал одну притчу, я обратил внимание на некоторые вещи, которые я раньше не обращал внимания. И это будет написано в 25 главе от Матфея. Я буду читать с первого стиха. И я хочу, чтобы мы посмотрели на эту притчу. Я знаю, что это глубокая притча. В ней огромный смысл. Но давайте посмотрим на нее, как будто мы ни разу на нее не смотрели. Что же пытался Христос передать ученикам и простым людям, которые его окружали? Я буду читать с 25 главы Евангелия от Матфея. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот такая притча. Я думаю, всем нам известная. Я думаю, не раз мы слышали проповеди на эту тему. Но я хочу посмотреть, как бы с другого ракурса, как бы посмотреть, что же пытался Христос донести этому народу. Во-первых, Христос автоматически поделил в этой притче на пять мудрых и пять неразумных. То есть, получается 50-50. 50% и 50%, которые вошли туда, в Царство Божие, и те, которые не вошли. И давайте обратим внимание, что неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Оказывается, можно взять светильник, но масла с собой не взять. И тогда этот светильник, он просто негодный, потому что в нем нету масла. Мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды свои. Именно каждый имел из них свой сосуд. Не чужого сосуд, а именно свой сосуд, свой светильник. И мы видим, что жених замедлил. То все задремали. Получается, и мудрые задремали, и неразумные или глупые тоже задремали. И когда раздался крик в полночь, то нужно было выходить навстречу ему. Бог хотел, чтобы именно эти люди, они вышли навстречу жениху. Что же происходит? Неразумные попросили у мудрых ихнего масла. Обратите внимание, что они не сами пошли покупать, а они обратились к мудрым и говорят, дайте нам вашего масла. Масло же должно было быть у каждого, потому что их светильники начали гаснуть. Библия говорит, что ихние светильники начали гаснуть. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка, и у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе. И так получается, что мудрые, они пошли навстречу жениху. Но неразумные, вместо того, чтобы быть готовым в тот момент, они почему-то отошли от жениха. Они его не встретили, потому что они были заняты другими делами, им нужно было купить масло. Нужно было раньше позаботиться, чтобы было достаточно масла, чтобы светильник горел и не угасал. Братья и сестры, эта притча, она очень глубокая. Я не хочу влазить в глубину, что такое масло, потому что сегодня богословы и до сих пор спорят, что же оно может обозначать. Но факт остается фактом. Что когда они пришли именно туда, где был жених, двери им не отворили, потому что они не были готовы. Библия говорит, что когда же пошли они покупать, пришел жених и, сказано, готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Братья и сестры, какое, знаете, опасное слово, когда прямо перед тобой закрывается дверь. И кажется, эти люди, они думали, что не знают Господа. Кажется, они понимали, что я хожу на собрания, я участвую, может, в каких-то мероприятиях, но я не позаботился, чтобы в моем светильнике было масло. Что Библия говорит о том, я хочу еще остановиться на том, что им дан было время. Для каждых этих людей и мудрых, и неразумных было дано время приготовиться к жениху, приготовиться к брачному пиру. Было дан определенный срок. И что Библия говорит о светильнике? Слово Божие говорит, что слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Кто помнит, кто это сказал? Это сказал псалмопевец. И в притчах написано, эту мысль продолжил Соломон, который был сын Давида. Он говорит так, ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательные поучения путь к жизни. Это сказал Соломон. Почему-то Соломон понимал, что очень важно соблюдать заповеди Божьи. Давайте остановимся на том, что двери закрылись. Братья и сестры, когда мы читаем еще в книге Бытие, мы знаем, что в книге Бытие Ной был праведный. Мы знаем, что Ной был праведник. И Ной проповедовал людям, которые его окружали. Некоторые подсчитали, что приблизительно 100 лет Ной проповедовал людям, чтобы они покаялись, чтобы они примирились с Богом. И когда люди, и когда он строил ковчег, то его работа, то, что он строил ковчег, то, что он ударял молотком, то, что он строил эти разные, разные стены этого ковчега, оно показывало всем остальным, что будет скоро потоп. Придет скоро потоп. Всемирный. Но люди не хотели каяться, потому что, возможно, они отлаживали, говорили, ну, мы посмотрим со стороны, что будет. Но Ной продолжал строить ковчег. И когда он закончил ковчег, когда он позвал своих трех сыновей со своими женами, взял свою жену, они вошли в ковчег. Кто помнит, кто закрыл дверь за этим заноем? Сам Бог. Когда Бог закрывает дверь, то после этого никто посторонний не может войти в ковчег. Когда Бог закроет дверь в брачного пира, если человек не приготовил себя, если человек не проверил свою жизнь, если он, если его светильник не горит, есть ли Слово Божие, которое должно проникнуть до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно должно находиться внутри человека. Человек должен жить этим Словом. Человек должен иметь это искреннее общение с Богом. Потому что, когда он придет, и если он не готов, по разным причинам, он окажется вне дверей. И тогда Господин говорит, истинно говорю вам, не знаю вас. Почему такое строгое слово? А потому что каждому человеку на этой земле Бог дал определенное время приготовиться к встрече Его Сына Иисуса Христа. Иисус Христос, Он грядет. Я такой, который придерживаюсь с той стороны, что мы застанем великую скорбь, но мы не знаем именно, когда Он придет. Когда именно Он придет, это никто не знает. Сам Христос говорил, что только один мой Отец знает, когда я вернусь назад. И понимаете, но смысл в том, чтобы через что бы мы не проходили, через трудности, через скорби, чтобы наши светильники горели, чтобы мы действительно закопились этим маслом, которое помогает этому светильнику гореть, которое помогает, чтобы этот светильник горел, и он освещал все вокруг. Помните, Христос говорил, что когда вы ставите лампу или светильник, вы не ставите ее под стол, вы ставите ее на стол, чтобы оно освещало все здание. Светильник для того сделан, чтобы освещать эту комнату. И когда эта комната освещается, то все эти дела тьмы, они раскрываются. И те люди, которые не готовы, и которые не примирены с Господом, они начинают убегать. Потому что люди, которые возлюбили тьму, нежели свет, они не могут находиться в этом свете, там, где Бог. Братья и сестры, как важно нам сегодня приготовиться к тому, чтобы быть готовы к Его встрече. Евангелие от Иоанна, 14 глава, говорит нам так. Это слова Христа. Я буду читать с 19 стиха. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Братья и сестры, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Христос дал точно знать, что именно кто соблюдает заповеди Божии, тот любит Его. А если человек сегодня не соблюдает заповеди Христа, если он как-то борется и пытается как-то, знаете, удачно грешить, никто не знает, служителя не знает, родители не знают, получается удачный грешник. Ему все как бы с рук приходит. Но Библия говорит нас, Библия нас предупреждает, что все, что человек посеет, он пожнет. И если мы сеем в плоть, мы от плоти своей пожнем тление, но если мы сеем в дух, мы именно пожнем жизнь вечную. Братья и сестры, для меня это слово Христа, оно дает надежду, оно меня ободряет, оно меня делает так, чтобы служить Христу еще больше. И Библия говорит, Иуда не Искариот говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдет слово моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Иисус Христос пытался объяснять народу, что слово, которое я говорю, это не мое слово. Я преподношу слово моего Бога Отца. И Он пытался Божье Слово превознести даже выше всего, потому что Он был послушный Отцу до смерти и смерти крестной. Когда мы читаем Галатам 5 глава с 13 стиха, то нам Библия показывает именно, что происходит в нашем теле. «К свободе призваны братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не оттого делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Итак, апостол Павел говорит Галатам о том, что в нашем организме у нас происходит определенная духовная война – плоть и дух. И как важно, чтобы наш дух, который находится в нашем естестве, чтобы он одержал победу над нашей плотью, чтобы именно посредством этого мы могли служить Богу доброй совестью, чтобы могли приносить плод для Нивы Божьей. Как бы хотелось, чтобы сегодня, как бы хотелось сегодня увидеть, вот чтобы Господь делал свою работу через своих рабов. Но нужно, чтобы мы были зажжены. Нужно, чтобы у нас было это масло. Нужно, чтобы наши светильники, они горели. Чтобы мы постоянно искали Господа. Когда время благоприятное. Мы не знаем, что сегодня идет на эту страну. Мы не знаем, что нас ожидает в следующем году. Какой новый вирус выйдет. Какая новая прививка выйдет. Мы не знаем. Но мы знаем одно, что есть единственное Слово Божие, которое является самым высоким авторитетом, которые нам оставлены. И мы должны проверять нашу жизнь, смотря в это Слово, как в зеркало. Мы должны проверять нашу жизнь. «Поступаю ли я по заповедям Иисуса Христа? Поступаю ли я по закону Духа, который животворит? Поступаю ли я так, как говорит Слово Божие, для того, чтобы быть готовым? Для того, чтобы мой светильник, он горел? И для того, что, когда придет Христос, я был готов Его встретить в вечных обителях? Давайте склоним на наши колени, помолимся. Амин. Спасибо. 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 Спасибо.